всем привет у меня заклеили камера на площадке и сейчас взломали дверь на площадке я слышала как ее ломали стучат двери говорят что пришла полиция видимо обыск у меня будет дома у меня еще ни разу не было личного обыска дома но все бывает первый раз видимо из-за того что я приходила к отравитель навального кудрявцев недавно сейчас у меня ребенок я к сожалению не смогу попасть я к сожалению не смогу попасть на детский утренник который будет сейчас в школе моей дочери перед новым годом ведь они хотят тихо тихо сереж подойдет ребенку но ксеноголик слушаю вас собственно я хотел бы поинтересоваться по поводу судьбы нескольких моих заявлений которые оставлял 22 и 23 декабря текущего года фамилия мая сафронов зовут меня павел владимирович о чем конкретно эти ваши заявления о неком гражданине этого фамилия можно из как у меня там что-то там о чем побили на роли до в убили почти убили вот это да а вот пол уведомление есть нет как верить узнать я бы с удовольствием сообщил вам номерки но ваш коллега к сожалению сослался на то что это служебная информация один сослался второй мне их сообщил но вы написали заявление ли что нет я их подавал с помощью собственно вот этого замечательного телефона ваха дежурной части а то есть вы по телефону подавали ну соответственно вам талон уведомлений не выдается до сафронов да да сафронов павел владимирович заявление было бы какого числа подавали 22 23 там должно быть пять заявлений посмотрим что конкретно интересует по вашим заявлениям там проверка проводится но каким-то решение процессуальные приняты или не приняты не время принимать там десяти суток а жалобы на сотрудников я так выжаловались я смотрю да да там несколько проверка да я понимаю что вы в порядке соответственно проводится проверка результатах данной проверки вы будете уведомлены соответственно скорее всего почтой хорошо единственно что мне надо было узнать что вот главный собственно подозреваемый а вот и гражданин кудряцов случайно не задержан у нас вот это к сожалению вам не могу сказать но в принципе даже задержан не задержан служебной информации соответственно вас вас уведомят уведомить по данному факту то есть если он задержан меня уведомит правильно соответственно вам придет бумага на тот адрес который указали в заявлении а хорошо а соответственно еще одно заявление могу я оставить в принципе все возможно все возможно ну да я знаете я живя в россии в принципе понял что в мире этом все возможно даже невозможное поэтому давайте воспользуемся нашей замечательной возможностью тем что мы с вами живем в россии вы готовы телефончик ваш контакт и что там у вас произошло происходит да собственно происходит беспредел полный если вот прямо вам так сказать что вот 22 декабря 2020 года я оставлял заявление о лице причастным к покушению на убийство человека однако он до сих пор не задержан и уголовное дело в отношении него не возбуждено то есть в отношении кудрявцева однако напротив правоохранительными органами россии возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 139 в отношении любовь и соболь о это что жалобы лишь ну что вот как вот не оформить заявление сообщение о преступлении как каком что именно заявляйте так вы записываете я вам пройдет я столько записывайте к сожалению я не диктофон здесь стоит коротко чего заявляете коротко я заявляю о том что правоохранительные органы российской федерации либо правомерно если сотрудник правильно нет сообщение преступления я же говорю не неправомерное действие сотрудников именно сообщение о преступлении который доставит должно быть рассмотрено в порядке преступлений статьи 144 45 упк неустановленные лица какое преступление сообщили 286 статья уголовного кодекса 299 статья уголовного кодекса а вы что не знаете вы снять юридическое образование ну знаете я все статьи не обязан правильно вы простите более таки которому как как бы не я так понимаю не очень часто используются пользуемся это пока это вы не очень часто вот к вам очень часто дело в том что ночью вы со мной извините как-то вам весело ли что вы как коротко сделки заявление значит коротко давайте я выпишу мне грустно молодой человек дело в том что в ваши обязанности по 736 я вас предупреждаю у нас все разговоры записываются спасибо большое кратко сообщите информацию которую я рад кассе регистрировать вы зарегистрировать информацию вы не будете привлекаться со мной по поводу содержания моего сообщения вы не будете подсказывать мне указывать я прошу вкратце изложить вот что вы хотите совершенно верно я вас также прошу просто исполнить свои обязанности ничего более хорошо вы говорили я исполняю свою обязанность хорошо тогда прекратите пререкаться со мной по поводу содержания моего сообщения а также его квалификации я уже вам его квалифицировал суть вашего сообщения потому что вы его не дослушали давайте попробую еще раз давайте я гражданин сообщает о чем вы сообщаете преступление нет а я сообщаю о том что 22 декабря 2020 года я обратился в дежурную часть о мвд россии по району нового кассино сообщением о преступлении таком как покушение на убийство в котором подозреваю гражданина кудрявцева а также сообщил его адрес проживания на территории данного района однако никаких следственных процессуальных и иных действий и даже возбуждение уголовного дела в отношении него не произошло то есть это получается жалоба на бездействие сотрудников правоохранительных органов как я мог до этого говорил еще раз я думал мы с вами мы с вами договоримся что вы дослушаете а потом вы переварите информацию и вас примите я квалифицирую это как сообщение о преступлении и прошу рассмотреть его в порядке стати 144 45 пока никак иначе я вас понял я для себе уточняю то есть вы в отношении сотрудников которые не делают свою работу оставляйте данное сообщение правильно но если не вы дали заявление а по нему так как процессуальных действий так сказать как с ваших слов не ведется правильно сейчас это не вопрос моего обращения это описательная мотивировочная часть я понял она записал дальше хорошо далее однако 23 12 2020 года три гражданина россии за то что направились жилище данного подозреваемого в совершении покушения на убийство кудрявцева были привлечены к административной ответственности и им было назначено наказание в виде административного ареста 25 12 2020 года в квартиру к любови соболь вломились представители правоохранительных органов и сообщили о том что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи до 25 буквально несколько часов назад отношение граждан к соболе вы будили дело сегодня в отношении неустановленных лиц вчера на сегодня у нее были проведены следственные действия в результате которого ее малолетних детей отобрали все электронные устройства что и у нее ее мужа тоже я понял далее 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 гражданка соболь была увезена на следственное действие для отбора у нее букального эпителия в связи с этим да в связи с этим что вы просите что-то надо или с этим я полагаю что при данных хаотичных и нелогичных действиях правоохранительных органов российской федерации в том числе мвд и следственного комитета россии что сотрудники данных органов употребляют наркотические запрещенные к обороту на территорий российской федерации вещества а также распространяют их между друг другом за что предусмотрена ответственность употребляют и распространяют именно наркотики правильно ну конечно что там одни вмазались потом другие вмазали что они случайно что не в случае надо обязательно провести проверку согласен конечно спасибо за понимание вот видите вот о чем я говорил соответственно ответственность за это предусмотрена частью 4 статьи 228 прим 1 уголовного кодекса российской федерации абсолютно правильно все я принял ваше обращение 1 номерочек скажите 1727 ваше обращение зарегистрировано подскажите еще пожалуйста вот номерочек которую мне сказали вы мне имели право его сообщать он не для служебного пользования ну да на момент я регистрирую сообщаю ну то есть все законно ведь вы если вы обратились письменным заявлением к наводил соответственно вам я был бы обязан выдать талон уведомления совершенно верно вопросов нет но вот по телефону когда вы регистрируете сообщение преступления вы можете мне сообщить номер регистрационный кусп на чему нет вот я не знаю почему нет но вот ваш коллега который был я по поводу коллег смотри я не знаю какая там ситуация была и конкретно что мне сообщили поэтому здесь вот я не могу вы там а я посмотрел обращение по поводу коллега это самое оставляли по нему будет вынесено какое-то решение все а проведенной проверки соответственно вам сообщат да хорошо спасибо что вы как вообще считаете что нормально убийство у нас не прессовать а вот прессовать граждан которые хотят я здесь не могу на ваш вопрос ответить ну как простой же волна убивать людей плохо или хорошо но убивать людей кэш плохо тогда почему уголовные дела возбуждают на невиновных я к сожалению не могу вам сказать я данным вопросом не компетентно отвечать от обращайтесь там форма наклада проверку проводит но вот куда обращаться и полицию видимо следственный комитет проводит все друг на друга получается спихивают и не селедовала него него вообще следственный комитет этим занимается я знаю что по 151 пока следственный комитет занимается у нас 105 статья уголовного курса тогда что сверху вопрос если вы все знаете вы извините пожалуйста у меня кроме вас еще заявители есть если у вас все соответственно ну все спасибо большое но вы помните что россия свободна и каждому достанется по заслугам да я надеюсь обязательно я тоже так считаю до свидания до свидания так это у нас был омвд россии правила нового кассино собственно где проводились первичные следственные действия с любовью соболь и остальными как я понимаю участниками данного уголовного дела ну что сейчас позвоним еще кому-нибудь узнаем что и как там послучилось может быть еще каким подробности нам расскажут может еще каким заявлением там оставим в следственный комитет россии фсб россии но вы пока поставьте этому видео лайк подпишитесь на канал и поставьте колокольчик и конечно же напишите множество комментариев что вы думаете по этому поводу